Владимир Федорович, глубоко уважаемые коллеги, во-первых, разрешить поблагодарить вас за возможность участия и тем более выступления на столь значимом онкологическом форуме. Тематика сегодняшнего моего выступления, она даже немножко, наверное, выходит за рамки обозначенной темы, которая гласила от радикальной мастокотомии по холстеду до биопсии сигнально-лимфатического узла. Я хочу сделать шаг еще дальше и рассмотреть вопрос, а возможно ли вообще отказаться от какого-либо оперативного вмешательства на региональных лимфатических узлах. Сегодня уже говорилось, что хирургия рака молочной железы за сто с небольшим лет претерпела серьезную эволюцию, и за это время шло постепенно уменьшение объема оперативного вмешательства не только на самой молочной железе, но и на зонах регионального метастазирования. Какова же роль лимфодисекции в курации больных раком молочной железы на сегодняшний момент? Безусловно, лимфодисекция обеспечивает регионарный контроль. Но при этом необходимо рассмотреть несколько моментов. И прежде всего, очень интересно, что оккультные метастазы в региональные лимфатические узлы не всегда себя реализуют. На этот факт обратил внимание еще Бернард Фишер в том исследовании, о котором Петр Владимирович вспоминал. Это исследование БИ-04. В это исследование было включено чуть менее 2000 больных. Были выделены группы с клиническими данными за поражение региональных лимфатических узлов. И, соответственно, группу, где такие клинические данные отсутствовали. Соответственно, каждая из этих групп была рандомизирована в несколько направлениях. В частности, у тех больных, у которых не было данных за клиническое поражение региональных лимфатических узлов, были рандомизированы группы радикальной мастектомии, простой мастектомии, там, где не выполнялась лимфодисекция. И третья группа, где больным еще добавлялась лучевая терапия. И группа больных с метастазами, клиническими данными за наличие метастазов региональных лимфатических узлов. И, соответственно, две группы – радикальная мастектомия и простой мастектомии с лимфодисекцией. И далее те кривые, которые вам показал Петр Владимирович. Да, нужно сказать, что это исследование было инициировано в начале 70-х. И тогда еще адювантная терапия не являлась стандартом лечения больных операбельным раком молочной железы. Вы видите, что в группах исследования, внутри каждой из этих групп, не было существенных различий, как в отношении выживаемости без прогрессирования, выживаемости без местного рецидива и, соответственно, общей выживаемости. И авторы предполагают, то есть делают вывод, что у 40% больных с клинически негативными лимфатическими узлами после радикальной мастектомии все-таки были диагностированы метастазы в акселярные лимфатические узлы. Но так как рандомизация шла в равных пропорциях, то можно было бы логически предположить, что в тех группах, в которых лимфодисекция не выполнялась, вероятность регионарного рецидива приближалась к этим цифрам. Однако жизнь рассудила все по-своему. Вероятность регионарного рецидива при 25-летнем сроке наблюдения была ровно в два раза меньше. Таким образом, авторы делают следующий вывод, что нераспознанные и неудаленные метастазы в подмышечные лимфатические узлы не увеличивают вероятность прогрессирования заболевания и не влияют на смертность, обусловленную этой опухолю. Каковы же причины, которые приводят к тому, что не всегда регионарные метастазы себя реализовывают? Таких гипотез несколько. Во-первых, тканевая специфичность метастазов. Известно, что рак молочной железы – это гетерогенная опухоль. И если только в первичной опухоли присутствует клон клеток, которые тропин к лимфоидной ткани, именно они могут в дальнейшем реализовать эффект регионарного метастазирования. Следующее – наличие стволовых опухолевых клеток. В настоящее время в Европейском институте рака в Милане проводятся крайне интересные исследования. Больным раком молочной железы выполняют биопсию сигнального лимфатического узла, а дальше рандомизация строится в зависимости от наличия или отсутствия в этом метастазе стволовых опухолевых клеток. Но я надеюсь, что эти результаты появятся в ближайшее время, и мы узнаем, на самом деле это так, или же данная гипотеза не подтвердится. Безусловно, проведение адювантной лекарственной терапии и послеоперационной лучевой терапии также снижает риск реализации акселярного рецидива. И лишь только одно исследование хочу вам привести. Это наиболее крупное и достаточно новое исследование, в которое было инициировано Ассоциацией лучевых терапевтов АМАРС, или АМАРС, не знаю, куда ставить ударение. В это исследование было включено практически 5000 больных локализованным раком молочной железы. Всем из них выполнялась биопсия сигнального лимфатического узла. И дальше в группе, где были обнаружены метастазы в этих лимфатических узлах, происходила рандомизация стандартной акселярной лимфодисекции полной и замена этой операции лучевой терапии. Вы видите, что при шестилетних сроках наблюдения в принципе вероятность развития регионального лимфатического узла в этих группах практически не отличалась. Мало того, это никак не повлияло на пятилетнюю общую выживаемость, пятилетнюю выживаемость без прогрессирования. Но обратите внимание, что в группе выполнения лимфодисекции вероятность развития такого частого осложнения, как лимфодема, было в два раза ниже, чем в группе пациентов, которым проводилась лучевая терапия на акселярную область. Ну и, наконец, наверное, нельзя рассматривать лимфатические узлы только как барьер для опухолевых клеток. Это часть иммунокомпетентной системы, которые лимфатические узлы обладают местным иммунитетом. Поэтому вполне логично предположить, что именно за счет этого местного иммунитета часть клеток, которые туда попадают, опухолевых либо гибнет, либо в течение длительного времени находится в спящем состоянии. Ну и еще одно предположение, которое я имею смелость сегодня высказать, то, что лечение все-таки регионарного, акселярного рецидива, это не такая сложная задача, потому что это в первую очередь нужно, честно сказать, погрешность оперативного вмешательства. В то время как лечение локального рецидива это более серьезная проблема, потому что локальный рецидив в первую очередь обусловлен биологией опухоли. Безусловно, лимфодиссекция до последнего времени играла, наверное, важную роль все-таки в выборе адювантных методов лечения. И учитывался и статус этих лимфатических узлов, и количество пораженных метастазами регионарных лимфатических узлов. Но с появлением молекулярных потипов ситуация кардинально поменялась. Мы поняли, что в основе всего лежит биология рака молочной железы. И согласно рекомендации конференции Сан-Галена 2013 года, и как Владимир Федорович сегодня подтвердил, и 2015 года, есть только одна позиция, при которой на самом деле учитывается статус акселярных лимфатических узлов. Это когда имеется метастаза 4 и более лимфатических узла, и в данном случае желательно гормонотерапии люминального потипа добавить еще в лечение этих больных еще и химиотерапию. С другой стороны, на другой чаше весов располагается качество жизни. На самом деле, качество жизни больных пострадикальных операций на молочной железе это не столько обусловлено объемом операции на молочной железе, сколько на зонах регионарного метастазирования. И лишь одна иллюстрация. Вы видите, что количество осложнений, поздних осложнений, после добавления лимфодисекции, существенно увеличивается по сравнению с группой, где выполнялись органы сохранной операции, либо органы сохранной операции дополнялись лучевой терапией. А есть еще ранние послеоперационные осложнения, которые во многом обуславливают длительность пребывания этих пациентов на больничной койке и таким образом влияют еще на финансовую составляющую. Об этом нужно помнить, особенно в сегодняшние времена. Итак, что мы имеем на данный момент? На одной чаше весов регионарный контроль и выбор одевантной терапии, роль которых в настоящее время существенным образом снизилась. На другой чаше весов это качество жизни, которое до сих пор является весьма актуальным. возникает вопрос, а можно ли каким-то образом в связи с такими теоретическими предпосылками уменьшить объем оперативного вмешательства на зонах регионального метастазирования? Можно, и сегодняшние прекрасные доклады нам лишний раз это подтвердили. Первый шажок – это биопсия сигнального лимфатического узла. Но может, можно в принципе отказаться от каких-либо оперативных вмешательств на зонах регионального метастазирования? Наверное, и это можно. Но только в этом случае мы должны обладать вполне информативными и надежными предикторами поражения акселярных лимфатических узлов. Исследование, которое было выполнено в американском центре Memorial Sloan-Kettering Cancer Center вы видите 5000 пациентов. И проанализированы те факторы, которые влияют на развитие метастазов регионерно-лимфатические узлы. Традиционно, размер опухоли, степень злокачественности, наличие лимфовенозной инвазии влияют на этот риск. Что касается молекулярных подтипов, как ни странно, при базально подобном раке вероятность развития метастазов регионерно-лимфатических узлов оказалась даже ниже, чем при люминальном А-подтипе. Что нельзя сказать о хердва-позитивном варианте. Вероятность метастазического поражения акселярных лимфатических узлов оказалась в два раза выше по сравнению с люминальным А-подтипом, но только в группе пациентов, у которых имелось поражение четырех и более акселярных лимфатических узлов. Далее, мы знаем определенные параметры, то есть факторы, которые увеличивают риск развития метастазов регионерно-лимфатических узлов. Но как эти параметры можно применить конкретному пациенту и именно у него рассчитать этот риск? В данном случае на помощь приходит номограмма. Что такое номограмма? Это прогностический алгоритм, позволяющий оценить вероятность определенного исхода индивидуально для каждого конкретного пациента, используя набор определенных входных данных. Понятно, что прогнозирование на основании сразу нескольких параметров это всегда лучше, чем на основании использования только одного параметра. То, что интерес к номограммам увеличивается из года в год, видно из данного слайда. Вы видите, что количество публикаций, я посчитал, за последние 20 лет увеличилось в 60 раз. Бесспорным лидером в создании номограмм является тот самый центр, о котором я уже говорил. Мемориал, слон, кэнси. Ну, в общем, вы поняли, о чем идет речь. Всегда это сложно выговаривать. На сайте этого центра представлено сразу несколько номограмм, касающихся рака молочной железы. И наибольший интерес, на наш взгляд, представляет номограмма, которая рассчитывает риск поражения сигнального лимфатического узла. Данная номограмма нашла широкую проверку в разных регионах нашей планеты, в частности, в Европе, в Германии. И, что самое интересное, почему-то в азиатских странах. В Китае, в Японии, в Южной Корее. И во всех этих исследованиях, так сказать, при проведении внешней валидации, было показано, что да, данная номограмма обладает очень высокой информативностью, предсказывающей информативностью. Вместе с тем, было показано, что в каждом регионе имеются какие-то свои индивидуальные особенности. Поэтому мы решили попробовать создать собственную номограмму, предсказывающую вероятность поражения региональных лимфатических узлов. Для этого сначала была сформирована ретроспективная группа, в которой мы проанализировали клинические данные, традиционные морфологические данные и наше собственное изобретение, это интегральный морфологический индекс. Этот индекс представлен различными морфологическими параметрами, которые рассчитываются в определенных баллах, каждый из которых. Потом эти баллы суммируются и обхали относятся в различные группы в зависимости от своего прогноза. Что же получилось? При проведении однофакторного регрессионного анализа оказалось, что статистически значимо влияют на вероятность метастатического поражения региональных лимфатических узлов такие показатели, как размер опухоли, степень злокачественности, наличие лимфовоскулярной инвазии, ХЕР-2 статус, и с самой высокой степенью достоверности имел суммарный балл злокачественности. Далее был проведен многофакторный анализ, на основании которого были рассчитаны специальные регрессионные коэффициенты, которые и легли в основу создания номограмм. Вот этот этап, он самый сложный и без привлечения математиков здесь вряд ли что у нас бы получилось. В результате графический вариант номограммы выглядит следующим образом. То есть это совокупность определенных шкал. Причем на каждой шкале откладывается определенное значение, которое затем переводится в баллы, баллы суммируются, и уже как бы определяется риск развития местнотического поражения региональных лимфатических узлов у конкретного пациента. Мы также создали и компьютерный вариант программы, который нам существенно помог в дальнейшей работе. Точность номограммы определяется площадью под кривой АУК, это кривой операционных ошибок. В большинстве по осям откладывается чувствительность и специфичность. В большинстве номограмм, которые применяются в медицине, АУК колеблется от 0,7 до 0,8. Вы видите, что в нашем исследовании этот АУК составил 0,737. Далее мы проанализировали предсказывающие возможности нашей номограммы. Что оказалось, что при вероятности метастатического поражения региональных лимфатических узлов в интервале от 0 до 10%, ни у одной из пациенток, их было 35, не были диагностированы на самом деле метастазы в региональные лимфатические узлы. Совершенно другая ситуация. При вероятности свыше 90%. У всех больных, которые вошли в эту группу, такие метастазы были диагностированы. Следующий этап, очень важный, это определение порогового значения. Вы видите, что, да, об этом уже говорили, мы разбили интервал от 0 до 10% и провели более детальный анализ. И впервые метастазы в региональные лимфатические узлы у нас были диагностированы при показателях номограммы 15%. Поэтому пороговое значение нашей номограммы, соответственно, было менее 15%. Любая номограмма должна пройти сначала внутреннюю валидацию, чем мы сейчас и занимаемся. Мы набираем проспективную группу. Сейчас уже более 300 пациенток в этой группе, но анализ был проведен на 250. Естественно, нам очень хотелось проверить нашу номограмму в сравнении уже с существующими. Мы опять остановили свой выбор на американской номограмме, поэтому данные одновременно заносились в нашу номограмму и в американскую. При пороговом значении, которое было выбрано менее 15, согласно нашей номограмме, было отобрано 16 пациентов, у которых не должно было быть метастазов регионарной лимфатической узлы. И 18, согласно американской номограмме. Таким образом, можно сказать, что американская номограмма даже обладает большей чувствительностью, чем наша. Но чего нельзя сказать о специфичности. Вы видите, что на самом деле из тех, которые были отобраны и рассчитаны нашей номограммой, ни у одной из этих пациентов мы не диагностировали метастазов регионарной лимфатической узлы. А вот, согласно американской номограмме, у трех все-таки такие метастазы были диагностированы. Таким образом, у них случились сложноотрицательные результаты. Понятно, что сейчас количество больных постепенно набирается. Мы хотели бы провести еще и внешнюю валидацию нашей номограммы. Но на основании того материала, который мы уже сегодня имеем, мы осмелились вывести следующий алгоритм. Если вероятность поражения регионарных лимфатических узлов менее 15%, то вообще нет смысла выполнять какое-либо оперативное вмешательство на зонах регионарного метастазирования, включая биопсию сигнального лимфатического узла. Если этот процент колеблется от 15 до 80, то, безусловно, в этой ситуации желательно выполнить биопсию сигнального лимфатического узла. Если больше 80%, то не надо заморачиваться, нужно идти сразу на полную лимфодисекцию. Реалия сегодняшнего времени требует, чтобы мы давали нашим пациентам не только максимально объективную и правдивую информацию, но еще чтобы мы максимально вовлекали пациентов в выработку тактики лечения и принятие окончательного решения. И в данном случае номограмма также нам несет определенную пользу. Мы уже с помощью номограммы можем давать пациентке не какие-то абстрактные цифры, основанные на общей статистике, а вполне конкретные данные, касающиеся данной пациентки. Ну и то заключение, которое я хотел озвучить, то, что вопрос об оперативном вмешательстве на зонах регионального лимфотока у больных раков молочной железы должен решаться индивидуально в зависимости от клиника морфологических данных и предпочтения пациентки. Спасибо. 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 Спасибо.